Сказка, которая ожила на льду. В Твери состоялся показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мюзикл с участием выдающихся отечественных фигуристов смогли увидеть сотни юных жителей Верхневолжья. Это дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях, социальных работников, ребята из многодетных семей, дети с ограничениями по здоровью, а также победители и призеры различных конкурсов. Все они в преддверии Нового года погрузились в атмосферу волшебства и праздника, а также получили сладкие новогодние подарки. Как и в предыдущие годы, мероприятие было организовано по инициативе губернатора Игоря Рудене. Десятки сценических костюмов, сотни часов репетиции, бесчетное количество отработанных элементов фигурного катания. Все это ради того, чтобы в преддверии Нового года порадовать мальчишек и девчонок со всей Тверской области. 19 декабря столица региона встречала ледовое шоу Татьяны Навке «Спящая красавица». Главную роль в мюзикле исполнила многократная чемпионка России, призер чемпионатов Европы, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. О Тверской земле и Тверском льду Аделина сохранила самые теплые воспоминания. Я тут была на Тверском льду, на самом деле, очень-очень давно, еще, наверное, когда мне было лет 9-10, у меня были здесь соревнования, еще когда совсем маленькая была. После этого я, наверное, второй раз здесь появляюсь, и я еду, мы только сегодня приехали, и еду, и я здесь выступала, меня еще родители приводили сюда, вместе со мной ходили, тряслись все вместе. Настоящую новогоднюю сказку детям Верхневолчьи дарят уже не в первый год. По инициативе губернатора Игоря Рудейни в регионе организуются спектакли на льду с участием знаменитых артистов и спортсменов. Сюжет мюзикла этого года написан по мотивам европейской сказки, которая знакома, пожалуй, каждому. Тем не менее, создателям ледового шоу «Спящая красавица» было чем удивить зрителей. В первую очередь, это яркие танцевальные номера, удивительные перевоплощения артистов и впечатляющая работа звука и света инженеров. В общей сложности ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» смогли увидеть сотни человек. В основном это дети из малообеспеченных семей, ребята, чьи родители-врачи прямо сейчас сражаются с пандемией коронавируса в красных зонах, а также победители различных школьных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов, лидеры молодежных общественных объединений. Все они и их родители сошлись во мнении, что ледовое шоу – один из самых запоминающихся новогодних подарков. Просто потрясающе, да. Это очень красиво. Это моя мечта была, что сколько я ждала этого дня, я сама хотела приехать снова, вот моя мечта исполнилась. Представление просто шикарное, обалденное, незабываемое. Приехали 4 часа, как бы это стоило того, просто обалденно. Мне понравилась картина и еще злая. Все супер было, молодцы. Добавим, что в представлении также принимали участие вице-чемпион мира, чемпион России Павел Дрозд, многократный призер чемпионатов России, Европы и мира Артур Гачинский, многократный чемпион России, четырехкратный чемпион Италии Иван Регини и другие звезды фигурного катания. А по завершению представления каждый ребенок получил сладкий подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...